здравствуйте ну вот все и земляки нам ехать надо заливает второй день уже у нас тут озеро образовалось сейчас я открою окно страшно лила только что тоже и вообще заливает уже вторые сутки опять у нас начинает образовываться спереди сзади видите ну по району тоже вообще очень тепло и конечно сейчас природе творится везде непонятные вещи очень сильно наводнение и пожары от жары пекло стоит во многих странах вот у нас тут опять образовывается наше озеро сейчас немножечко проедем по району пасмурно получается репортаж плохую погоду из американской деревни ну вот это соседкин участок где обычно бегают ее коровы и ослики вот у нее тоже образовалось озеро уже смотрите как затопило все стекает в эту сторону немножко капает мне я чуть протираю стекло опять похоже начинается посильнее дождь знаете не дождь идет а ливень вот реально такие громадные капли падают прямо ведра они капли буквально за 5-10 минут уже везде текут ручьи в эту сторону обычно мы едем в город но дочка ехала вчера с работы и на этой дороге упала очень и очень большое дерево и если бы не полиция люди которые там остановились поскольку деревенские дороги они не освещаются как я уже рассказывала идет только фонарь около дома а сама дорога не освещается только фарами машин ну вот и получается если бы люди не стояли перед деревом полицейский был за деревом его практически видно не было то она даже несмотря на то что ехала медленно она могла налететь просто дороги здесь идут довольно узкие ну на две машины рассчитана город расширяется расстраивается здесь в основном поля луга фермы люди выращивают траву для подкорма кукурузу разные вещи которые нужны для животных многие держат коров и лошадей сейчас мы едем в другую сторону видите около каждого дома очень большие гектары земли здесь в основном в основном люди держат хозяйство конечно всех есть куры овечки для молока осторожно там кто-то собаку в такую погоду выгуливает под громадным замтом тут даже если не знаешь никого принято приветствовать друг друга машут из машин проезжая мимо машут рукой если проезжаешь дома хозяева сидят на улице будем сейчас прорываться в город так сказать по другой дороге на основную магистраль ну где идет скоростная дорога она соединяет практически все штаты и под нами джорджия и дальше флорида все должно быть до надлежащем порядке здесь все косится вы здесь мало где-нибудь увидите траву выше пояса ну и дороги между городками везде видите отличные как по маслу вот коровы пасутся где-то там туман лежит сейчас прикрою немножко окно ветер дует плохо слышно дороги везде отличные сколько мы не ездили по америке и заезжали в закутки разные очень мало это просто редкость чтобы где-то была какая-то земляная дорога с колдобинами такого что-то я вообще не помню проехали мы по многим разным штатам начинает флориды снизу до нью-йорка здесь конечно правда пожаловаться сложно чиниться все очень быстро и вот в непогоду если что-то происходит с электрическими столбами что-то там связь нарушается нет интернета но это буквально в какие-то часы все быстренько приводится в порядок несмотря какая погодные условия все равно возвращается людям свет опять работает интернет но вот здесь в основном видите дома очень сильно разбросаны по хуторному системе далеко друг от друга находятся мы находимся в городке филадельфия это полчаса 40 минут от нокс или большого города вот дома разные в основном одноэтажные у кого-то может быть двухэтажные ну вот в основном одноэтажные дома есть и деревянные постройки и стоят мобильные домики ну и каменные кто на что гораст по своему кошельку лето у нас очень выдалось жаркое два-три дня идет страшное пекло температура зашкаливает другой раз под 40 за 40 ну а потом начинаются очень сильные ливни и гром и молнии встречаются вот эти фронты по-видимому где-то идут очень шквальный ветер и ураганы образовываются так здесь есть часто через теннесси тоже проходит туда выше по косой по штатам торнадо вот видите кто-то выращивает траву во вскосили в таких больших роликах таких больших роликах лежат такой большой ролик потом продается по моему по 20 долларов если не ошибаюсь 25 очень тяжелый его надо грузить на подъемники перевозить конечно на грузовичке вот здесь похожий человек просто вот имея много акров около леса просто выращивает траву скашивает ее покос этот происходит два-три раза в год в зависимости от погодных условий ну вот земля на которой живет она же его и подкармливает ну многие конечно выращивают бычков на мясо держит лошадей и своих и можно и другая лошадь и есть там места где лошадь можно и тренировать и выгуливать ее конечно это уже площади чтобы они паслись на вольных хлебах так сказать вчера был очень шквальный ветер здесь старый дом в два этажа был очень шквальный ветер такой сильный все было бегала все время смотрела в окно стоят ли мои теплицы вот здесь рухнуло дерево видите свалило от тяжести кроны намокают и когда идет очень сильный ветер то многие старые деревья заваливает расщемляет и вообще валит полностью на землю надеюсь что дерево уже убрали но решили мы не рисковать мы немножко ограничены времени нам по времени надо быть в городе вот буду с вами болтать до выезда на главную скоростную магистраль ну по скоростной как я уже сказала там много линий по 4 литв в одну сторону в другую очень много грузовиков которые перевозят товары перевозят товары по всей америке кто откуда что везет вот там видите с этой стороны поле там вот выращивают тоже что-то есть зерновые рядом с нами большое поле кукурузы кукуруза да у всех есть подсобные хозяйственные помещения видите стоят амбары побольше меньше размером участки в основном большие вот этот человек тоже видите плохо видно наверно но вот он тоже выращивает на продажу траву у всех есть техника без этого здесь никак при таких габаритах город лежит вижу в тумане вот здесь созревает кукурузное поле уже высокая такая выше головы сто процентов здесь второе кукурузное поле вот сегодня немножечко плохую погоду прогуляет по нашему району посмотрите как все это выглядит ну вот чуть-чуть проехав уже можно выехать на любую бензоколонку это везде разбросано их очень много по дороге какие-то магазинчики куда можно всегда заскочить купить вот бензоколонка тоже всегда можно заскочить купить дежурный хлеб по-быстрому всегда есть яйца молоко всегда можно какие-то бутерброды заказать есть сладости печенье ну и такие мелкие вещи как можно что-нибудь купить в маленькая аптечка от головной боли там здесь опять идет кукурузное большое поле с одной с другой стороны там красивая усадьба стоит наверху белая с колоннами ну и конечно некоторые держат здесь большие тепличные хозяйства выращивают всякие растения саженцы для продажи чтобы очень сильно были огородами люди заняты такого как-то в глаза не бросалось все можно купить в магазине но идет работа работа и люди видимо предпочитают и отдыхать покосил траву и все если очень много земли нет то тем более в основном видите стоит дом скошенной кругом поляна у кого-то есть ограничен заборчик если каких-то животных держат у кого-то вообще нету заборов не ставят даже особо не бросались мне в глаза вот там где мы живем цветники как это принято в Европе полисадники гордость любой хозяйки так посажены какие-то декоративные кустики чтобы так сильно что-то было с цветами нету ничего вот здесь лошадей держат видите громадный амбар вот в основном вот такие заборы или из металла или из дерева люди предпочитают отдыхать потому что работать надо и работать много и сильно без этого никак кредиты плодежки кто-то ориентует кто-то выплачивает свои дома купленные ну из старых людей кто-то уже выплатил хорошо ну вот дома в основном вот видите какие один два этажа дизайн разный совершенно везде смотрите затопление какие желтая вода потому что во многих местах глинистые почвы поэтому сразу вода окрашивается в такой желтый цвет но вот здесь например вот это место которое сейчас мы проезжаем здесь выстроенные домики и они сдаются в аренду квартиры в городе очень много тоже сдается таких мест где сдаются в аренду есть определенные правила где-то разрешают держать домашних животных в смысле ну котов собак я имею ввиду где-то запрещено там внутри обычно бывает бассейн прачечная для людей если нужно дополнительное но обычно у всех стиралки стоят кухни уже обустроенные все есть и и мебель тоже сейчас мы скоро будем подъезжать на главную большую магистраль тут уже видите побольше домов уже частные секторы домов погода пасмурная но очень тепло или стоит пекло полностью как я уже сказала под 40 за 40 градусов или вот в пасмурную погоду такое парное молоко дождь тут начинается сильнее то уходит здесь тоже что-то выращивают более вот здесь слева техника вот здесь всевозможную технику можно взять в аренду если нет своей техники или поломалась то всегда можно есть такие офисы где у них и трактора и косилки и деревья пилить и древесину перемалывать на такую ну мелкую щебенку есть абсолютно очень разные и выкапывать с ковшами тракторы и землю ровнять техника есть любая здесь практически если не имеешь что то можно все взять в аренду любой трактор все также можно перевести если нет своего грузовичка с прицепом то можно перевести взять в любом месте в аренду тоже специальную машину с прицепом и можно перевести то есть если какие-то работы для дома для хозяйства требуется делается стройка какая-то нет проблем здесь все это можно достать ну вот мы выехали уже на такую одну из побольше так сказать дорог от нашего дома это где-то 10-15 минут и вот здесь начинается с этой стороны и с другой стороны идут всевозможные кафе уже придорожные магазины продуктовые и большие супермаркеты где можно купить абсолютно все заканчивая парфюмерии и моющими средствами и и по уходу для себя ну и любые продукты там и овощи и фрукты продаются также есть маленький ресторанчик или кофеюшка где можно покушать конечно вот видите сейчас терковь очень много церквей разбросано разных вот здесь уже видите стала дорога шире осталось чуть-чуть поворот и вот будет скоростная дорога уже там много полос в одну в другую сторону очень удобно ну вот сколько где мы едем можете обратить внимание простор поля луга частые дома не частые вернее дома стоят отдельно далеко друг от друга ну и хорошо что вот прекрасные везде дороги можно ехать куда хочешь июль заканчивается вот здесь находится парк можно приехать с детьми можно также место есть приехать своими собаками чтобы собаки друг с другом погуляли хотя могу сказать что в америке собаки очень дисциплинированные чтобы кидались там драться или еще что-то такого в общем-то практически почти не наблюдала нигде понятие как наши собаки когда жила в европе вот по дороге видите есть и продажи машин тут немножко и пару банков находится рядом люди кто живут с этой стороны потому что тут чисто получается американская деревня конечно везде чисто везде ухожено вокруг домов все скошено бывало места в кентаки когда заезжали такие совсем маленькие проездные городки где появлялись какие-то небольшие захламления у хозяев вокруг но это как-то здесь пресекается здесь даже в городе когда ты имеешь участок то могут тебе штраф влепить за то что вокруг у тебя бурьян нестриженные кусты и неопрятно выглядит дом и нестриженная трава выше пояса могут приехать и приехать и человек и штраф вручить ну вот сейчас мы вот выскакиваем на главную дорогу это был путь от нашего дома до скоростной здесь уже другие скорости с той стороны через островок идет дорога на Джорджию штат и Флориду ну а мы двигаемся к городу Ноксвиль и сейчас где-то минут 20-25 по трассе попадем в этот город опять начинается сильная дождь ну вот немножко вам рассказала и показала тот район где мы живем у кого хватило терпения все это досмотреть спасибо за просмотр подписывайтесь на канал будем дружить задавайте вопросы стараюсь